Далее, я думаю, нам нужно рассмотреть с вами варианты разгона. Один из вариантов разгона это в городе. То есть мы можем остаться внутри того или иного города на ночевку, оставить армию внутри, оставив только быстрых юнитов. И после этого, например, мы... Вот сейчас у нас, например, сколько очков перемещения? 1630. Передаем. Смотрите, стало 1700. Благодаря тому, что у нас не было медленной армии. Если мы с вами все-таки заночуем со всей армией, которая у нас есть, наводим 1630. Видите, мы с вами 70 очков перемещения выиграли. Это буквально один шаг за счет того, что армию оставили внутри города. Далее, смотрите, на карте, например, вы находитесь далеко от города. Как вам разогнаться? Возьмите неважного для вас героя, передайте армию ему и заночуйте без этой армии. Таким образом, ваш главный герой, когда ход будет передаваться, снова получит в свой актив 1700 очков перемещения. Ну и есть, в общем-то, еще и третий вариант разгона. То есть, вариант разгона на городе мы рассмотрели, вариант разгона на героя. Есть и еще, ребят. Вот, давайте рассмотрим на примере здесь цитадельки. Смотрите, можно разгоняться на шахтах. Вот мы с вами добегаем до шахты. Смотрите, сейчас у нас 1560 очков перемещений. Забежали в город, точнее в шахту. Нажимаем клавишу пробел, для того, чтобы посетить этот объект еще раз. И оставляем в охране шахты всех медленных. То есть, смотрите, у этих пятая скорость, у этих четвертая, а мы остаемся на шестой. Теперь при передаче хода нажимаем, наводим снова на Крэга, у него 1700 очков перемещений. Далее снова нажали на Крэга, нажимаем пробел, посетили повторно этот объект. И забираем армию назад. Вот теперь проверяем, сколько было бы, если бы мы не разогнались. Наводим на Крэга 1560. То есть, мы с вами выиграли 140 очков перемещений. Это по бездорожью буквально один шаг по диагонали, а если по дорожке, то на самом-то деле это больше двух шагов, если по быстрым дорогам. Поэтому, насколько вам выгодно или невыгодно разгоняться в тех или иных условиях, это вы уже решаете сами. Также вы на экране сейчас увидите объекты, которые тоже позволяют получать дополнительные очки перемещения. Один из них, вот он, конюшенка. Вот смотрите, мы подходим с вами к конюшенке, имея в своем активе 1480 очков перемещений. Посещаем конюшенку, тратя на этот ход. Но при этом очков перемещений становится 1739. То есть, 400 очков перемещений мы получили на этот ход. И эти 400 очков перемещений будут прибавляться в течение всей недели, пока не закончится эта неделя. На следующей неделе надо будет посещать заново. Новые города, которые вы находите, они могут быть охраняемые юнитами с 1 по 4 уровень обычно. Могут быть пустые. Поэтому иногда даже какой-нибудь герой, так называемый лошок, саппорт, которые у вас разведчики-собиратели, даже он без армии может иногда захватить тот или иной город. Поэтому важно хорошо разбежаться и осмотреться, что же у вас происходит вокруг. Продолжение следует...